Добрый день! Наше сегодняшнее занятие посвящено технологиям печати и подготовке файлов. Содержание занятия. Для чего необходимы эти знания? Общие моменты и фотографические технологии. В дальнейшем мы также рассмотрим электрофотографические технологии. Это лазерная и светодиодная печать, струйные технологии и сублимационную технологию печать. Для чего это необходимо знать? Любой дизайн или любая другая графика не конечна сама по себе. Она всегда нужна для чего-либо. Для выполнения какой-либо задачи, для реализации замысла автора. Картина, создаваемая тем же художником, состоит из красок и основы. И в зависимости от того, какие краски и какой материал используются, конечное произведение может выглядеть по-разному. И естественно оказывать разный эффект для зрителя. В зависимости от того, какую задачу предполагает решать на конечном этапе, важно выбрать наиболее подходящую технологию воспроизведения изображения. Однако, каждая технология имеет свои технологические особенности. И свои требования к подготовке файлов. Именно поэтому важно понимать основы каждой из них, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант воспроизведения и соответствующим образом подготовить исходные файлы. Общие моменты. На что имеет смысл обращать внимание при выборе внешней студии печати? Первое. Наличие собственного оборудования нужного вам типа и оператора с соответствующей квалификацией. Второе. Положительная реакция на просьбу напечатать ваш тест. Естественно, за ваши деньги. Некоторые студии могут предоставить для ознакомления стандартные тесты, напечатанные ими самими. Третье. Согласие на индивидуальную работу с оператором и нормальная работа с ним. Четвертое. Достаточный выбор материалов, чтобы в наличии были интересующие вас позиции. Пятое. График и менеджмент работы. То есть, есть ли возможность передавать файлы в печать удаленно, через почту, FTP, файлообменники, с протяжом при получении либо на карточку, либо иным удобным для вас способом. Сроки печати и тому подобное. Шестое. Внятные рекомендации по печати на имеющемся оборудовании. Естественно, те люди, которые печатают на своем оборудовании, они зачастую знают некие технологические особенности, вполне конкретных образцов, которые могут в ряде случаев либо помочь подать работу выигрышно, либо наоборот ухудшить. Поэтому крайне желательно, чтобы оператор или специалист приемки мог оценить качество и соответствие техническим требованиям, предоставляемые вами к печати материалы. И сказать, что, почему и как надо скорректировать, если в этом есть необходимость. На каком материале, при каком режиме предпочтительный будет вывести данную работу и тому подобное. В принципе, крайне желательно, чтобы организация не работала на потоке. То есть тогда, когда в первую очередь важно просто переварить поток клиентов. Как правило, в таком случае им не до общения и не до какого-то индивидуального подхода к клиенту, а практически сплошной, практически квадрат и жгут в его худшем исполнении. По большому счету, если помощь сводится к консультации на 3, 5 или даже 10 минут при условии, что специалист не занят другим заказом, в разумной организации вам, как правило, подскажут бесплатно. Любому дизайнеру, графику, художнику, любому, кто работает с изображением и так или иначе продает, презентует свои работы другим людям, за исключением работы в специализированной фирме, где есть свое оборудование и соответствующие специалисты, рано или поздно приходится или покупать какое-то печатное оборудование себе, или находить студию, агентство, фотолабораторию, а то и все вместе для вывода своих работ и их оформления. Часто имеет место гибридный вариант. Кое-что из оборудования, допустим, принтер и сканер, имеется дома, а что-то типа широкоформатного плота или фотолаба, или тем более цифровых или печатных машин других типов, а также послепечатное оборудование, как правило, находится на стороне. Тем не менее, как правило, хорошо найти место, где уровень технической оснащенности, квалификация персонала и менеджмент будут соответствовать наиболее частым вашим задачам. Также желательно, чтобы вам могли предоставить цветовой профиль к нужному оборудованию, чтобы была возможность провести экранную калиброванную цветопробу. Она не заменит, конечно, обычную, но тем не менее, лишний раз просмотреть перед печатью на калиброванном мониторе иногда бывает полезно. Безусловно, желательно, чтобы в этой фирме было свое оборудование по калибровке сканера, принтера, печатной машины. Ну и, безусловно, будет бонусом наличие сайта с ценами и разъяснением разных технических моментов. Далее речь пойдет о конкретных технологиях и особенностях подготовки файлов. Итак, сейчас мы будем рассматривать фотографические технологии. Фотографические технологии фиксации воспроизведения изображения делят на классические на основе солей серебра с использованием фотопленок различного вида, так называемую галлогинсеребренную фотографию и цифровую с применением электронных средств фиксации информации. Так как в данном материале у нас идет речь о печати, то рассматриваться будет именно классическая технология и с позиции воспроизведения изображений. Итак, особенности. Во-первых, в процессе образования изображения участвует специальная аппаратная платформа. Далее, данная платформа не может воспроизводить изображение иным способом, кроме фотографического. Далее, воспроизведение возможно только на специальных фотоматериалах, то есть, светочувствительных материалах. Данные фотоматериалы не применимы в других технологиях воспроизведения. И существующая реализация этой платформы и фотоматериалы, как правило, требуют специального образования и фактически не могут быть использованы лицами, не имеющими этого образования. То есть, эффективно использованы. Под аппаратной платформой подразумевается автоматизированное экспонирующее устройство с лазерно-оптической системой и блок химико-фотографической обработки. Обработка экспонированных фотоматериалов в позитивной фотобумаге производится в специальном защищенном от внешнего света блоке. Застоинство такой технологии это высочайшее качество изображения. О его параметрах мы поговорим ниже, но на данный момент те параметры, которые позволяет выдать именно фотографическая технология на основе солей серебра, она является лучшей в своем роде. Дальше. Наибольший тоновый диапазон среди существующих на данный момент технологий, включая цифровые. Причем настолько широкий, что, как правило, он выходит за наше человеческое восприятие. То есть, безусловно, и цифровые технологии, особенно при 12-ти красочной печати и так далее, они уже подошли к такому уровню, когда среднестатистический человек не в состоянии отличить, допустим, одну технологию от другой. Но инструментальные средства еще позволяют. Далее. Достаточно широкая номенклатура материала, включая уникальные. Тем не менее, ввиду того, что рынок этой технологии в масс-маркете сильно сократился, какие-то фотобумаги, безусловно, может быть проблематично достать, если вы не живете в крупном городе. Далее. Высокая, наибольшая для цветных материалов, долговечность отпечатков. Значит, ну, до сих пор доступны для обозрения. Первые работы получены еще Ниепсом и Даггером. Сохранность работ, которые получены на солях палладия и на солях золота, составляет гарантированно более 100 лет. То есть, это говорит о том, что если вы используете традиционную технологию и специальные, мы будем говорить опять же дальше, фотоматериалы, так называемые, архивные, то вы получаете гарантированный срок хранения однозначно около 20 и более лет. То есть, 20-25 лет это то, что гарантирует производитель. По факту, цветная фотобумага, которая использует полиэтиленовую основу и ряд защитных компонент в своей технологии, позволяет быть уверенным, что сохранность данной работы будет не менее 50 лет. И, как уже было выше сказано, также этой технологии присуща высокая степень автоматизации и отработанности процесса. То есть, процессы высоко механизированы, достаточно хорошо изучены, и при должном выдерживании технологических параметров вы однозначно получите гарантированный результат. Как любая технология, фотографическая технология, основанная на ослях серебра, имеет также недостатки. Первое. Это высокая специализация процессов, реагентов и материалов. Что это означает? Это значит, что невозможность экономии путем использования альтернативных расходных материалов или запчастей для оборудования. Высокая стоимость оборудования и материалов, особенно в сравнении с цифровой печатью, особенно если мы говорим о персональном использовании. Большие габариты оборудования в сравнении с теми же принтерами для цифровой печати. То есть, самый маленький мини-лаб с возможностью печати, он практически сопоставим с малой цифровой печатной машиной формата А3, который в комплекте идет финишер, листоподбор и так далее. То есть, ну, фактически это где-то порядка 4 квадратных метров площади для установки. Также подвод воды, электричества и так далее. Ну, высокая стоимость. И следующий момент, который также можно отнести к недостаткам, хотя скорее это особенность, это необходимость в высокоспециализированном образовании для самостоятельного применения данной технологии. Безусловно, можно работать в каком-то совершенно любительском режиме, но более эффективно можно использовать эту машину, если иметь специализированное высшее образование по, допустим, технологии кинофотоматериалов. Дальше. Области применения этой технологии. Ну, достаточно хорошо. Такие работы, выполненные на высококлассном оборудовании, смотрятся на выставках различного рода, а также используемые в каких-то коммерческих мероприятиях. Современное оборудование позволяет печатать такие работы шириной практически до двух метров и длиной ограниченной только длиной рулона, то есть это практически ну 50 метров. Также эти работы находят применение в качестве работ для музеев частных коллекций, то есть это так называемые архивные художественные работы, которые подразумевают длительное хранение в стационарных условиях. Также эта технология себя хорошо зарекомендовала в уникальных рекламных или художественных работах. Художественные работы для частных лиц в традиционной или оригинальной технике, опять же, потому что вы понимаете, что эта фотография не выцветит через 20 лет. Но в отличие от, допустим, той же фотографии, которая напечатана водорастворимыми чернилами на бытовом принтере. Ну и, естественно, это личный архив при условии, что вам важна его долговечность. Общие требования к файлам для печати в фотолаборатории или Минилабе. В печать, как правило, принимаются 24-битные по 8-бит на канал, графические файлы типа либо JPEG, либо TIFF, без компрессии, без слоев, без альфа-каналов. Цветовое пространство RGB, оно же sRGB или Adobe RGB. Оптимальное разрешение от 200 до 320, и точек на дюйм для реального размера печати. Название файлов, безусловно, только латинскими буквами или цифрами. Безусловно, нужно уточнять, потому что в основном рипы, через которые идут печать, они не любят подчеркивания и другие служебные символы в названии. форматы печати и размеры файлов для печати в фотолаборатории. Приведенные форматы вы видите на изображении, где указан формат в сантиметрах, точный размер в миллиметрах печатной зоны и точный размер в пикселях. Безусловно, желательно, это еще при съемке, так кадрировать кадр, чтобы вы могли ну как минимум по 3-5 процентов от размера изображения с каждой стороны подрезать без ущерба для его содержания. Следует иметь в виду, что часть изображения при печати это 1-2 миллиметра со всех сторон, как правило, отрезается. Переходим ко второй части нашего занятия, а именно практической. Значит, запускаем Photoshop, открываем файл, с которым мы будем работать. Значит, в данном случае мы рассматриваем файл, полученный с камерой Canon EOS 5D Mark III. Размер файла 5.760 на 3.840 в пикселях, при разрешении 772 DPI. Матрица камеры 22,1 мегапикселя. Попробуем подготовить файл для печати размером 15 на 21 в сантиметрах. Значит, для того, чтобы легче нам было ориентироваться, мы откроем еще вот такой файлик. Значит, нам нужен конечный файл с 8 битами на каждый канал, то есть 24 бита, разрешением от 220 до 320 DPI, размер под печать 15 на 21 сантиметр. Помним, по нашей прошлой табличке, то есть, у нас та часть файла, которая несет смысловую нагрузку, должна уложиться в размер 146 на 206 миллиметров. Первым делом смотрим на наш файл, выбираем лупу и смотрим, можно сделать просто вот так и посмотреть все значимые для нас части файла, то есть, не требует ли что-то в ярко выраженном виде, какой-то коррекции. Но в данном случае мы не собираемся что-либо корректировать в самом снимке, поэтому просто посмотрели, что где-то мы его обрежем, потому что у нас размер изображения не будет совпадать с зоной печати. Ну, пока пойдем по самому простому пути, то есть, нам нужно получить изображение 150, но у нас получается 225, потом мы подрежем. Значит, так как у нас практически в 10 раз мы уменьшаем наше изображение, в данном случае, так как мы уменьшаем, а не увеличиваем изображение, можно не использовать какие-то сложные алгоритмы внешние, там, фрактальные алгоритмы интерполяции, можно попробовать использовать простой бикубический автоматический, выставив размер печати, увеличиваем значение поля разрешения, спокойно можем его поднять до 300 DPI. Значит, выставлены опции масштабирования, сохранения пропорции и, естественно, ресамплинг. смотрим. Да, мы сейчас имеем 150, то есть 15 см на 224 в нашем случае. Так, теперь вторая задача вписать его в размер 15 на 21. Можем рассмотреть два случая. Самый простой это мы создаем новый файл уже с размерами 15 на 21 и 300 точек. Здесь RGD пусть будет так. Выделяем все, копируем, переходим во вновь созданный файл, вставляем и тут уже можем перемещать наше изображение так, чтобы кадрировать ту часть, которая нам необходима. Помним, что у нас мы не попали только по длине. Допустим, как-то вот так. То есть два кораблика у нас тут. То есть мы сначала нажали Ctrl-T, выбрали перемещение, переместили, зафиксировали и нажали Enter. Так, все в общем-то наш файл готов к печати. Это один способ. Значит, не сохраняем и пробуем. Второй способ, о котором мы говорим, более сложный, но тем не менее имеет право на существование. Значит, выбираем инструмент выделения. Ну, я уже настроил, то есть вот здесь мы видим, то есть стиль фиксированный размер, указываем размер, нужный нам. да, и у нас выделение сразу приобретает заданный размер. Соответственно, мы просто перетаскиваем это выделение таким образом, чтобы кадрировать наше изображение. После того, как нас все устраивает, идем Image, Crop, все, наше изображение кадрировано. Ну, проверяем один слой, никакие каналы, другие мы не делали. Соответственно, просто сохраняем файл под нужным нам именем. Он готов к печати. В данном задании мы рассмотрели все те вопросы, которые хотели, то есть теоретическую часть и собственно подготовку файлов к печати. Спасибо за внимание.